В этом году мы вспоминаем трагическое событие русской истории, 800 лет со дня битвы на Калке. Предыстория была такова. Весной 1220 года Чингисхан, знаменитый завоеватель по прозвищу Потрясатель Вселенной, отправил в поход двух своих выдающихся военачальников Джебея и Субыдея во главе двух туменов-воинов, приблизительно 20 тысяч конных воинов. Они прошли через Северный Иран, через Закавказье, очутились при Черноморских степях, где разгромили войско половцев. И весной 1223 года показались на берегах Днепра. Половцы обратились к русским князьям с призывом спасти их от истребления. Русские князья приняли решение оказать помощь половцам и выступили в поход. В походе участвовали войска южно-русских княжеств. Войска Северо-Восточной Руси к месту похода не успели. Финал похода был трагический. Побоище накалки унесло жизни многих русских князей. В том числе погибли два великих князя. Смислав Киевский и Мячеслав Черниговский. И почти все русское войско также погибло. На сегодняшний день усилиями исследователей установлено, что точная дата сражения накалки 31 мая 1223 года. А место ее вычислено аналитическим путем. И, скорее всего, это берега реки, современной реки Кальчик. Битве накалки посвящены многие страницы научных трудов. О ней говорится в школьном, вузовских учебниках. Но наиболее, на мой взгляд, красноречивый рассказ содержится в русских летописях. У нас есть возможность продемонстрировать, показать оригиналы, наши оригинальные источники об этом событии. Самые ранние версии битвы накалки сохранили летописи XIII века. Это новгородская летопись, синодальный список XIII века. Ваврентьевская летопись, которая перед нами здесь находится. Это летопись 1377 года. И ипатевская летопись, которая хранится в библиотеке Академии наук. Она датируется 1420 годами. Краткая версия повести о битве накалки содержится в лаврентьевской летописи. Она фиксирует самую краткую информацию о том, что явились неведомые языцы, о том, что русские князья выступили против них, о том, что они были разбиты. И войско Северо-Восточной Руси, слава богу, не попало в это сражение. Соответственно, эти версии рассказа о битве накалки, они очень краткие. В XV веке появляется подробный рассказ о битве накалки, который забилует новыми подробностями. И по этой причине существует две версии трактовать летописное известие. Либо в XV веке была сконструирована подробная история сражения накалки из более ранних свидетельств. Либо подробный рассказ существовал уже в XIII веке, но отразился в поздних списках XV столетия. Пока текстология повести о битве накалки не исследована, так как она нужна. И по этой причине мы сохраним право на существование за обеими версиями. Самый интересный рассказ, самый пропорциональный и красивый рассказ был составлен в Никоновской летописи. Ее составителем был знаменитый книжник, митрополит Даниил, один из образованнейших людей XVI столетия. И как раз вот рассказ Никоновской летописи, он послужил источником лицевого летописного свода, знаменитой иллюстрированной энциклопедии русского средневековья, составленной по приказанию царя Ивана Грозного. Что интересно, что рассказ о повести о битве накалки в составе лицевого летописного свода содержится в двух томах. Оба они хранятся в Российской национальной библиотеке. Это Лаптевский том и это Голицынский том. Здесь подробно повествуется о том, как половцы прибежали к русским князьям с просьбой спасти их от истребления, как русские князья собрались на совет, как они приняли решение выступить в поход, как объединенное войско подошло к Днепру, переправилось через Днепр. И впервые произошло столкновение с татаро-монголами. Их отряд был разбит. Воевода Гамебяк был взят в плен и убит половцами. И далее последовал многодневный марш объединенного русско-половецкого войска, которое преследовало татаро-монголы. И, наконец, трагическая развязка также получила отражение на страницах лицевого летописного свода, в его миниатюрах. Это трагический исход битвы, столкновение авангардов, бегство половцев, нарушение порядков боевых русских войск, тяжелое ранение князя Даниила Галицкого и разрозненные действия русских князей. Черниговские и киевские отряды не поддержали галицкие отряды, галичане побежали, черниговцы были истреблены, а киевляне на высоком берегу реки Калки построили укрепление Искольев и три дня отбивали атаки татаро-монголов. Затем свою роковую роль сыграли бродники во главе с их воеводой Плоскиней. Кто такие бродники, доподлинно неизвестно, но, очевидно, это были жители, которые обитали по берегам рек и промышляли перевозом, обеспечением торговых путей. Как бы то ни было, их воевода Плоскина целовал крест князю киевского Мстиславу, Романовичу, дал ему гарантии неприкосновенности, которые были тут же нарушены. Таро-монголы убили князей, убили их изуверским способом, положили на них доски, сидя на досках, пировали, задушив таким образом русских князей. Исход битвы был несомненной катастрофой, такого масштаба, которая не случалась в Киевской Руси. Там войны велись постоянно, но число погибших в этих войнах исчисляло сотнями, десятками. Здесь же речь идет о масштабной катастрофе. Но, конечно, ее масштаб не следует и преувеличить, потому что по ходе участвовали княжеские дружины, ополчение княжеств, по-видимому, не участвовало в этой битве. Собственно говоря, о битве на Калке рассказывается большое количество русских летописей. Самый гармоничный рассказ – это рассказ лицевого летописного слоя. Что же следует из этого рассказа? О том, что потомки, уже далекие потомки, в 16-м столетии воспринимали эту битву на Калке как предвестие грозных бедствий, которые довелось пережить русской земле в период монгольского нашествия Батыя. То есть битву на Калке отделяет от нашествия Батыя всего 14 лет. И летописцы записали, что вот эти пришли неведомые народы, никто не знает ни откуда они пришли, никто не знает их языка, никто не знает их племени, никто не знает их веры. И эти народы пришли как божье наказание, накануне конца времен разгромили русских князей и исчезли неведомо куда. И, конечно, все неизведанное, оно пугает. Половцы были давними противниками Руси, но Русь к ним уже привыкла на протяжении 150 лет. Происходили не только войны, но и союзы заключались, в том числе брачные союзы. Пленных обменивали, выкупали, и поэтому половцы казались уже привычным злом, привычной опасностью. Что касается татаро-монгол, татаро-монголы не взяли никакого выкупа, они просто убили великих князей, и поведение было совершенно непонятно. Они рассматривались именно как демоны, демоны пустыни, которые пришли покарать русских князей и воинов за их, скажем так, грехи. По этой причине битва на Калке и рассматривалась как грозное предвестие Батыева нашествия. В ней усматривали нечто роковое, роковую роль, собственно говоря, которую она и имеет в русской истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова